У нас сегодня первая в моем обзоре электричка, настоящая электричка, без всяких примесей масла и бензина. Причем электричка необычная, москвич. А какого должен был быть цвета москвич? Ну конечно же красного. Сегодня мы не только покатаемся по городу, посмотрим на эту машину, но и конечно же попробуем вызов. Как все переживают для электрических машин, что они могут только по городу, а чуть что, зарядка-то где, как искать, как доехать. Ладно, теперь вводная информация из автосалона, ну а потом я еще по пути вам расскажу чуть больше про эту машину. Добрый день, перед вами москвич 3Е, это полностью электрический автомобиль. Фактически у нас с вами 184 лошадиные силы, ВТС же идет из них только 65. Какой это для нас плюс? Во-первых, это бросовый налог. Налог будет ниже 1000 рублей. То на автомобиль ниже, чем на его представителя с бензиновым двигателем. И еще один из плюсов, у нас с вами как таковы отсутствуют горюче-смазочные материалы. По безопасности автомобиль у нас на высшем уровне. Во-первых, это 6 подушек безопасности. Во-вторых, это у нас сзади 2 крепления изофикс двух сторон. Также у нас с вами контроль слепых зон, также у нас с вами контроль фронтальных столкновений. У автомобиля премиальная комплектация, бесключевой доступ, кожаный салон, панорамная крыша, превосходное мультимедийное устройство с возможностью подключения Apple CarPlay, Android Auto и просто по Bluetooth. Электронная приборная панель, 18-диски с датчиками давления колес, камеры 360, а также очень интересная государственная программа. Про удобство водителя, пассажира и интерфейс. Ну, для меня, по крайней мере, как для водителя, это достаточно важно. Чего здесь присутствует? Присутствует, значит, экран, на котором, в теории, можно смотреть мультики, там, видео, ВКонтакте, сидеть в одноклассниках, потому что здесь что? Правильно, Android Auto. Huawei Auto, к сожалению, не завезли, но, по крайней мере, Android Auto работает. Дисплей, слушайте, ну, прикольный дисплей, мне нравится вот эта вот кнопочка на руле, она меняет стилистику. Я думаю, стилистику многие умельцы смогут закачать какую-нибудь свою, чтобы тут было пламя или там женщины, в общем, такое. Показывает нам, значит, сколько мы двигаемся, показывает заряд аккумулятора, насколько нам аккумулятора этого осталось. И постоянная шкала, вот, в отличие от многих машин, у них вот ее нету. Это Min и Max, Power, соответственно, и Charge. Это такая шкала, которая, как бы, когда вы едете, она тратит заряд, а когда рекуперация происходит, как бы, заряд, соответственно, наоборот, восстанавливается. Ну, то есть, это что-то альтернатива тахометру в других машинах, где присутствует не только спидометр. Управление вынесено сюда, соответственно, на панель. Единственное, нету крутилок, не знаю, может быть, это прорыв в области дизайна машины. Мне вот хочется, знаете, вот, крутилка громкости, вот, чтобы она была. А сейчас приходится, соответственно, все типа на руле. Хочешь погромче, хочешь потише, все на руле, соответственно, сделать. Можешь быстро музыку выключать, то есть, в этом проблемы нету, то есть, мгновенно выключить музыку ты можешь. Но, не знаю, я вот привык как-то вот к этим всем крутилкам. Ну, и тут, как вы видите, ни кнопочек, ни крутилок, все сенсорное, тоже нужна привычка. То есть, с точки зрения аскетичного минимализма и футуризма, это да. Но, с точки зрения, вот, прямо, если вы, там, ездите на старенькой Camry, там, на стареньком Ford, где, вообще, там, на Хонде, неважно. В принципе, машин много, которые все-таки имеют в своем варианте нажатие кнопчик, покрутить тумблеры. Мне пока этого не хватает. Кстати, мне не хватает еще и здесь вот, ну, такой вот, не знаю, ручки, которые держатся. Но я как-то привык, потому что, ну, какая штука. У меня на другой машине была ручка, соответственно, ну, типа, вот, как поручень. На еще одной моей машине, там, соответственно, селектор автомата. И как-то, вот, рука занята. А тут, вот, ну, а что делать? Кофе, что ли, пить остается? Кофе, что ли, пить остается? Ну, машина, конечно, красна, красна. Ну, и не только потому, что цвет у нее красный. В целом, я бы сказал, даже такой агрессивненький вид. Ночные кадры вы увидите совсем скоро, как в ночи выглядят. Ну, естественно, вот этот вот, лидар. Камера. Камера здесь 360 по всему борту. Кстати, на электричку, именно на москвичную электричку ставят неплохие диски. Вот. Везде символика москвича. И так и хочется сказать, что символика москвича это роган-роу какой-то. Сзади тоже неплохо, кстати, выглядит. Надпись, естественно, москвич присутствует. Ну, а как иначе? Скошенные такие. Как будто бы, чтобы мы не улетели. Спойлер стоит. А то вдруг возьмем, да и взлетим. Из современных вещей многие любят теперь продольные фары. Вообще, заряжать электромобиль в Ярославле можно. Зарядок достаточно много. Единственное, нужно всегда понимать, что лучше в приложении забронировать свою зарядку позараньше. Потому что электричек становится все больше и больше. Вот, например, зарядная станция. Но, к сожалению, уже заряжается. Ладно, поехали на следующую зарядку. Ну что, автомобиль мы подключили. Остается нажать кнопку начать зарядку. Зарядка запускается. Вот, значит, оно что-то там мельгает. Итак, 13,5 рублей за киловатт-час. Так, синеньким пошло. Смотрим, что говорит наша машинка. Наша машинка включит нам. Только закрытый. Ага, во. Говорит, что осталось заряжаться 2 часа 20 минут. Вот, тачка хорошая. Что из плюсов? Ну, во-первых, для китайцев уже не новшество делать хороший салон. Салон хороший. Кожа, мультимедиа, андроид авто. Все для удобства. Для безопасности водителей и пешехода. Системы экстренного торможения, помощи на дороге. Красивая. Ну, конечно, несомненно, красивая. Особенно в ночное время. Ну, и если брать москвич, то это только красный. По зарядкам, если у вас есть дома возможность заряжать. Как видите, тут еще один порт не задействован. Вот, если подключить еще этот порт, ну, это уже требует 380 зарядки. Ну, или определенного разъема. Ну, например, этот разъем есть уже в некоторых городах России. Но массово пока используется достаточно старый. Который требует подзарядки, ну, достаточное время. Которое хватит для того, чтобы сходить попить кофе, погулять по замечательному городу. Я бы, в первую очередь, думал насчет этой машины, если у тебя есть доступ к своей собственной зарядочной станции. Потому что 45 минут зарядки, когда у тебя есть 380, ну, это здорово. К тому же тариф в сельской местности, ну, или там, в городской среде будет, ну, от 4 до 8 рублей. В зависимости от типа локации. За 8 рублей при 25 расходах киловатт в час на 100 километров получаем, что это где-то 150 рублей. В рамках мгновенной выгоды относительно бензина, чисто по бензину, выгода почти в 4-7 раз. В зависимости от стоимости. Стоимости зарядного, ну, зарядки и стоимости киловатт-часов. Массово лить не надо. Тошка дешевле. Обслуживание машины, в которое включает, в том числе, обязательные налоговые взносы за машину, намного дешевле для электрички, потому что заявленная мощность у нее 68 лошадиных сил. При фактической, ну, когда включается вся электросила, до чуть ли не 200 с чем-то. Тачка очень динамичная. Прямо нажимаешь на педаль, ты летишь. Очень тихо. Есть бензиновые варианты, но лично мне, конечно же, импонирует электрическая машина. Ну, потому что я располагаю возможностью ее заряжать. Со временем в Ярославле появится еще больше зарядок. В ближайшее время их увеличится до 20. Появятся зарядки более мощные. И в таком случае для офисных работников, либо для мам с детьми, вариант электромобиля очень выгоден с точки зрения экономии средств, вот прямо на ближайшую перспективу. В общем, ждем развития электротранспорта в Ярославской области, в Ярославле. Ну, а если вы хотите тоже покататься на такой малышке, понять для себя плюсы электромобиля, вы, конечно же, можете в официальный дилерский центр Москвича СимАвто прийти, попробовать. Ну, и если все понравится, сделать выгодную покупку.